Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете заказать через интернет. Автор сотен видео в интернете, бесплатно просматривая которые вы можете узнать, как вам правильно питаться, в тех или иных условиях. Как правильно пить воду, как правильно дышать, как правильно заниматься спортом. Как из этих правильно сложить кубики и получить тот самый искомый здоровый образ жизни. Который поможет вам жить лучше и дольше. Иными словами улучшает качество жизни. И у вас появляется вероятность достичь активное долголетие. И очень важный вопрос в этой системе. Правильный здоровый ужин. И ответ на вопрос кушать вам после 6 часов вечера или не кушать вам после 6 часов вечера очень важен. И правильный ответ зависит от условий в которых вы находитесь. Иными словами если вы живете в средней полосе то у вас периодически идет смена времен года. И когда холодает обычно автомобиль переобувают на зимнюю резину. А когда становится более тепло то делают обратный процесс возвращают летнюю. И автомобилист знает правильный ответ на этот вопрос. Правильный ответ на вопрос есть или не есть вам после 6 вечера зависит от тех условий, от тех целей и задач которые вы перед собой ставите. И в этом видео вы узнаете. У меня несколько уже видео есть на эту тему. Но вопрос достаточно объемный. Видимо не всю информацию я изложил. В этом попробую быть кратким и четко ответить на вопрос. Можно вам есть после 6 часов вечера или нельзя. Его задал недавно один из моих подписчиков. В почту пришел такой запрос. Но я решил не поленился. Решил написать еще одно видео на эту тему. Потому как это очень важный вопрос для вашего здоровья и активного долголетия. Результаты могут быть разные. Неправильно выполняя эту очень важную для вас рекомендацию. Поэтому смотрите видео дальше. Ответ будет в этом видео несколько позже. Правильный ответ на вопрос есть после 6 часов или не есть после 6 часов вечера зависит от того, когда вы обычно ложитесь спать. Если вы обычно ложитесь спать 8-9 часов вечера. Тогда правильный ответ на этот вопрос для большинства не есть после 6 часов вечера. Потому как ко времени сна большинство продуктов питания просто не успеет перевариться. И вы не сможете сделать еще небольшой перекус для того, чтобы не спать голодным. Но для большинства. Но не для всех. Те, у кого в состоянии обострения гастрододенид сохраненный либо с избыточной секрецией желудочного сока. Либо язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Когда кислотность в желудке сохранена. Либо секреция желудочного сока чрезмерно. В этом случае время на переваривание пищи полтора-два часа. даже самой тяжелой. Если до сна больше чем полтора-два часа. В этом случае чувство голода может поставить перед вами большой жирный вопрос. Либо вы нарушаете запрет и кушаете после восемнадцати часов. Даже в этих условиях. Либо не нарушая запрет оставляете свой желудок наедине с соляной кислотой и с пепсинами. Которые будут раздражать желудок. и вы можете со временем попасть на серьезное обострение. Вместо того чтобы бросить все-таки хоть небольшой перекус сделать. И с наполненным продуктами пищеварения желудком. Но не переполненным. Поэтому небольшой перекус. Спокойно лечь спать. Во время сна обычно все процессы в организме тормозятся. В том числе и пищеварительные. Почему и нужно определиться со временем приема пищи перед сном. И с качеством продуктов также обязательно. Для людей с повышенной секрецией желудочного сока это не принципиально. Они переварят практически все. Для остальных очень важный момент. Не просто нельзя есть после 18 часов. Но и что нужно съесть до 18 часов. Чтобы полноценно состоялся процесс переваривания пищи. И такой ужин может состоять из каких-то каш. Овощные супы и овощные рагу. Из белковых компонентов ну самое простое самое безопасное это конечно же рыба. Время переварения 3-4 часа. Поэтому в данном случае рыба успеет перевариться ко времени сна. И создаст вам неприятности во время сна. Птица, свинина, говядина, телятина, баранина вряд ли успеют перевариться у большинства. И процесс гниения в кишечнике может нарушить ночной сон. Конечно просмотры гастрономических снов которые в этом случае происходят. Гниение белка дает образование в кишечнике аммиака. Аммиак в крови найдя воду вы получаете нашатырный спирт. Раздражаются различные области мозга. Вы получаете различные сновидения. Спать лучше без сновидений и соотносительно пустой пищеварительной системы. Потому как пока вы спите там не дремлют бактерии, паразиты. Которые у многих могут быть. Я имею ввиду паразитов. Бактерии есть у всех. Условно патогенная микрофлора. Она более спокойная. А вот патогенная как раз на таком неправильном ужине и активируется. А дисбактериоз в кишечнике. Такие видео есть на моем канале. Это еще Мечников определял в свое время. Когда же это было? В каком-то веке. Минус 30 процентов жизни. Потому как вместо полезных питательных веществ, которые должны попасть после переваривания пищи в вашу кровь и на которых должны работать ваши клетки, в кровь попадают продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры. Со всеми токсинами, которые они производят. Если ваши клетки будут питаться регулярно токсинами, понятно, они будут гибнуть чаще. И в конце концов вы попадаете на достаточно серьезные проблемы. И жестко, активно сокращаете свою жизнь. Для того, чтобы жизнь не сокращать, а качество жизни улучшать, ужин должен быть правильным. И основные продукты, которые могут попасть за таким ужином, я уже рассказал. Но! Это в том случае, если вы ложитесь спать в 8-9 часов вечера. Если же вы ложитесь спать несколько позже, после ужина до 18 часов. Расклад продуктов может быть совершенно иной. И об этом я расскажу. Прямо сейчас. Большинство взрослых вряд ли выполнят две рекомендации сразу. Не есть после 6 часов вечера, и лечь спать до 8-9 часов вечера. Вам и не нужно. Вы уже сформировались. А вот детям и подросткам не нужно. Эта рекомендация просто не скажу жизненно важна, но очень важна для их будущей жизни. Для выполнения тех целей и задач, которые они потом будут перед собой ставить. Потому как физиологи говорят 10-12 часов сна дети и подростки должны получить. Если вы знаете время, когда ребенка нужно поднять на следующий рабочий день, то вы уже знаете и время, когда ребенок накануне должен лечь спать. Если ребенок ложится позже, если вы выполняете не рекомендации физиолога, а желание своего ребенка, который рассказывает, что ему нужно ложиться спать, побыть в интернете до 11-12 часов, до часу ночи. Я вас прекрасно понимаю. Но! Тогда придется вам напомнить классику. Она звучит примерно так. Да! Были люди в наше время! Не то что нынешнее племя! Богатыри! Не вы! Детям как никому другому нужно обеспечивать! И правильное питание! И правильное питье воды! И правильное дыхание! Они должны знать! И как правильно двигаться! Если они заложили все правильно! Они имеют право тратить! Двигаться! Работать головой! И тогда будет правильно! Тогда и развитие ребенка не будет страдать! Не будете потом покусывать локти! Рассказывая! Ну ты ж до 11 часов, до часу ночи был в интернете! А теперь что ты хочешь? А ребенок скажет! А я ж не знал! Это ж вы знали! Что говорят физиологи! Мне просто хотелось! Сосед по парте! Он сидел до часу ночи, до двух! Ну я тоже так хотел! Ну! Как вы лодку назовете! Так она и поплывет! Поэтому детям эта рекомендация очень важна! Хотите вы того или нет! В общем! Какие результаты вы хотите от своих детей получить! Ну! Так своих детей и воспитывайте! Но! Для взрослых! Возможен люфт! Возможна правильная коррекция рациона! И тогда если вы ужинаете до 6 часов вечера! Вы можете лечь спать и в 10, и в 11, и в 12 часов! Если ужин скорректируете правильно! Если останется тот ужин, который я обозначил ранее! То тогда у вас рекомендация не есть после 6 часов вечера! Будет нарушена! Потому как аппетит у вас возникнет! Часиков 9, может быть 10! И у вас опять-таки дилемма возникла! Либо есть! Либо не есть! Когда вы не кушаете! При хорошем аппетите в желудке стоит активный сок! И раздражает слизистую желудку! С обострением гастрита, гастродиоденита, аж до язвенной болезни! А еще панкреатит-то может по дороге подключиться! Желчины может пошалить! Разные возможные варианты! Вот как правильно скорректировать свой ужин до 6 часов вечера! Или каким образом правильно нарушить рекомендацию и все-таки есть после 6 часов вечера! Вы узнаете прямо сейчас! Если вы регулярно ложитесь спать в 10-11 часов, вы все еще можете правильно выполнять рекомендацию не есть после 6 часов вечера! Для этого вам нужно правильно скорректировать ужин! Сделать его более тяжелым! Рыба успеет быстрее перевариться! И чувство голода перед сном может вызвать дилемму! Либо соблюдая рекомендацию не есть после 6 вечера! Заработать гастрит либо язву! Либо нарушив ее перекусить! Но тогда рекомендация у вас нарушена! Она для вас не работает! Тогда вы кушаете после 6 часов вечера! Что нужно использовать в этом случае на ужин? Я бы советовал использовать птицу! Скажем курицу! Индюшку! Возможно кролик! В любом случае каждый из этих продуктов переваривается 4-5 часов! И в этом случае употребив до 6 часов вечера вы ложитесь спать не голодным! Ужин практически полностью переварился! Продукты пищеварения находятся в крови! Всасываются! В это время вы легли спать! А ваш организм уже расходует их не на вашу активность! А на восстановление себя после той активности! Которую вы ему предложили в предыдущий рабочий день! В этом случае все здорово! Но! Тут есть еще один момент! Почему вы стремитесь не есть после 6 часов вечера? Чаще всего таким путем стремятся снизить вес! То есть борются с ожирением! Здесь возникает несколько неприятных особенностей! О которых вы узнаете прямо сейчас! Подводных камней сразу несколько! Причем внезапное появление аппетита перед сном! С перспективой обострения гастрита, гастродуденита, язвенной болезни! Мелочь! По сравнению с тем, что может быть утром! Ведь если вы закончили ужин до 6 часов вечера! А завтракают люди обычно в 6-7-8! То у вас более чем полдня Ситуационный застой желчи! А также застой секретов в поджелудочной железе! И утром при такой длительной пищевой паузе Обычно есть хороший аппетит! А значит большинство кушает прилично! Вот здесь ваша поджелудочная желчный пузырь в желудок Могут со временем сказать нет! А могут внезапно обостриться Панкреатит либо дискинезия желчного Либо желчекаменная болезнь Которая у вас была в скрытом состоянии И не самые простые ситуации могут произойти! Более того! Обострить панкреатит может даже принятый Утром стакан воды! Ночью человек потеет! Дышит! Идет работа почек! То есть потери воды присутствуют! И попытка их скомпенсировать Утром выпив стакан 2 воды Также может спровоцировать И сброс желчи в пищеварительную систему И активацию поджелудочной железы! Эти особенности не самые простые! Но не единственные! И о них вы узнаете прямо сейчас! Еще один камень В буквальном и переносном смысле слова Заложен в правом подреберье Это работа печени! В появлениях избыточного веса В печени часто регистрируют изменения В виде жирового гепатоза Либо стеатогепатита Не алкогольного стеатогепатита Если человек ведет не самый лучший образ жизни И злоупотребляет некоторыми напитками Может быть и алкогольный стеатогепатит Если злоупотребляет медикаментами Может быть медикаментозный стеатогепатит А возможен микс различных вариантов Но! В любом случае! Измененная печень Так или иначе Пытаясь очистить от суррогатов алкоголя От медикаментов От не самых лучших продуктов питания Да просто от тех жировых накоплений От холестерина Которые находятся в кровеносном русле Всегда! Ее работа Это выработка желчи Желчь печень складывает у тех, у кого есть желчный пузырь И в случае, если вы поужинали до 6 часов вечера А завтракаете в 6-7-8 часов утра У вас достаточно приличный ситуационный застой желчи В печени работа есть всегда! Посмотрите вокруг! Если вы живете не в шикарных экологических условиях Дышите не самым лучшим воздухом Употребляете воду сомнительного качества И продукты непонятного происхождения То! Для печени работа есть всегда! И работая, иными словами Очищая вашу кровь Печень складывает ее в желчном пузыре Если пузырь своевременно не опорожняется Повышается давление в системе Где самое слабое звено Не сфинтер Одди Просто мышца, которая держит желчь В системе не выпуская ее в двенадцатиперстную кишку Не желчный пузырь В принципе мышечный мешок Сокращение которого как раз и выводят желчь в желчный пузырь А нежная печеночная клетка Которая разрушается при достаточно легком на нее воздействии На область правого подребения И индикатор того, что застой желчи есть И ваш организм с этим застоем правильно справиться не может Появление чувства камня в правом подреберье Инородного тела, тяжести Это признаки того, что ваша печень работает не в самых лучших условиях Которые вы ей создали И в этом случае возникает еще один момент Если у вас будет реально снижаться вес То уменьшение объема жировой ткани Приводит к тому, что в их кровь попадает то, что было в жировой ткани Это окисленный холестерин Это канцерогены, пестициды, гербициды Большинство из которых прекрасно растворимы в жирах И 300 лет лежали вы в жировой ткани Пока вы их не потревожили Но! Как только вы их там потревожили Как только у вас вес начал снижаться Все это переместилось в кровь И тут работа печени Которую вы должны обеспечить Должна помочь сбросить все это добро в кишечник Вот тогда ваш организм реально освободится Если вы что-то делаете не так Работа печени нарушится Для того, чтобы вы знали больше информации Как обеспечить работу печени Более подробно И какие ситуации не выполнять Есть книжка Усовершенствованная Секреты здоровья Или что делать Если у вас есть печень и почки Почки тоже принимают в этом участие Но не такое активное как печень На режим питания почки не реагируют Они реагируют на питьевой режим Правильный питьевой режим Если вы его обеспечиваете Почки помогают печени работать Если не очень обеспечиваете Хуже помогают Но В любом случае Этот камень Я имею в виду Ситуационный застой желчи Достаточно продолжительный Он очень серьезный Либо Если вы правильно корректируете эту ситуацию Об этом я расскажу чуть позже в этом видео Он может устранить для вас Много сопутствующих проблем Сопутствующих заболеваний А именно Пока холестерин ждет своей очереди Чтобы попасть наконец-то в желчный пузырь Он находится в кровеносной системе Если у вас экология опять-таки не самая лучшая Образ жизни не самый спокойный А изобилует разными стрессами То темп развития атеросклероза В этих условиях ускоряется Если пестициды и гербициды Которые попали разными путями в ваш организм Теперь печень не смогла вывести Первый раз она их не вывела Поэтому они остались в жировой ткани Если в этот раз она их не вывести Вывести не сможет Находясь циркулируя с кровью Они могут попасть к активно работающим клеткам И там могут возникнуть не самые простые заболевания Начиная с обычных воспалительных процессов И заканчивая онкологией Опять-таки в разных областях Поэтому эту ситуацию нужно Правильно сопровождать И при небольшой коррекции Вам нужно не есть после 16-ти Вам нужно кое-что выпить после 16-ти часов И ваша печень будет работать лучше И эти риски возникнут реже А что делать правильно И какой еще славянский камень заложен в этой системе Который мешает ее полноценному исполнению Вы узнаете прямо сейчас У славян Да и не только у славян Имеющих большое количество друзей Знакомых Родственников В котором кстати вы можете отправить ссылочку На это интересное видео Всегда есть или часто появляется Повод нарушить рекомендацию Не есть после 6 часов вечера Я имею ввиду приглашение на праздник И застолье обычно заканчивается в этом случае Не до 18 часов Не до 6 часов вечера А стартует с этого времени Может быть и позже Включая выходные дни Но Если застолье у вас раз в неделю Раз в 10 дней Вы можете правильно его провести И не набрать избыточный вес А далее правильным выполнением рекомендаций Не есть после 6-ти Его продолжать правильно снижать В этом случае ваше здоровье в безопасности Конечно если у вас слишком большой круг Других знакомых и родственников И вы ежедневно сидите за столом Отмечая какое-то торжество То и в этом случае у вас есть вариант выбора Вы можете правильно выполнить эту рекомендацию Если начало застолья перенесете в утренние часы Когда даже самая тяжелая пища Имеет больше возможностей И самое главное времени На переваривание полноценное усвоение В этом случае вы вновь все еще в системе Под названием здоровый образ жизни И правильное питание А вот какие еще особенности вам нужно знать Чтобы правильно выполнять рекомендацию Не есть после 6 часов вечера И активно снижать вес Вы узнаете прямо сейчас Если вы ложитесь спать после 11 часов Вы все еще можете правильно выполнять рекомендацию Не есть после 6 часов вечера Но! Для этого вам не нужно делать более тяжелым ужин Свинина, говядина, телятина, баранина Достаточно тяжелые продукты Содержащие много белковых токсинов Для удаления которых нужно много воды И самое безопасное время их включения в ваш рацион Это утро! Это первые 1-2 приема пищи Вот там эти тяжелые продукты Имеют возможность легко перевариться Полноценно усвоиться А попавшие с ними белковые токсины Удалиться с той водой, которую вы пили на протяжении дня Ужин остается тем же Но! За час-полтора до сна Вам нужно выпить тот напиток Который рекомендовали наши предки Который прописан в классической литературе Чуть не в каждой книжке Но! Модифицированный напиток! И если раньше Когда богатырей было достаточно много Люди были физически здоровее и активнее Вечером перед сном обычно рекомендовалось выпить стакан молока То сегодня вместо молока Учитывая частоту дисбактериоза кишечника Лучше использовать йогурт, кефир, простоквашу, тан, айран, кумыс Что хотите! Выбор ваш! Но! Принципиально эти напитки должны зайти в пищеварительную систему И ни в коем случае они не должны быть обезжирены Чтобы состоялся сброс желчи и желчного пузыря Ваша печень ночью имела возможность продолжать очищать вашу кровь И складывать работу свою в ваш желчный пузырь В этом случае в желчном пузыре реже будут возникать камни И различные другие заболевания связанные с неправильным питанием Если же вы ложитесь спать до 11 Такой же напиток может зайти в пищеварительную систему за полчаса до сна С тем же результатом он практически переварен Переваривать нечего! Это не еда в прямом смысле слова Потому как ее уже переварить практически не нужно Бактерии вам практически все помогли сделать Вам чуть-чуть доварить и быстро усвоить В этом случае ваша пищеварительная система не перегружена А печень разгрузилась Желчные пузыри порожнем И готов опять накапливать ту грязь с пестицидами, гербицидами, канцерогенами И отработанным холестерином Который будет выходить из жировой ткани В этом случае система исполняется безопасно и эффективно А вот какой еще момент Который часто опускают в разных системах А он очень важен критически важен Для того чтобы эффективно шло сжигание именно жировой ткани И не накопление новой Об этом я расскажу прямо сейчас Еще один очень важный элемент В системе правильного и безопасного снижения веса Это правильное дыхание Известны десятки видов правильного дыхания В зависимости от тех условий, в которых вы находитесь И для снижения веса Нужно менять дыхание в разные периоды дня В зависимости от приема пищи В зависимости от того, отдыхаете вы Либо ведете более физически активный образ жизни Это важно понимать Потому как те результаты, которые вы видите на стрелках весов Либо в зеркале Получены вами уникальным способом Вы применяли те продукты питания Которые применяли В которых находились белки, жиры, углеводы и их производные Иными словами соединения различные Которые несли определенную энергию Энергию солнца Которую вы могли извлечь одним путем Окислив их кислородом Получить энергию для своей активности Если вы вели физически активный образ жизни Вы имели возможность те белки, которые были в пище Закачать в мышечную массу И иметь определенные формы тела Которые радуют большинству Если же вы вели менее активный образ жизни Диванно, кабинетно, машинно То все несущие энергию соединения Запасаются в безразмерном депо Это жировое Депо углеводное тоже есть Половина его обычно находится в здоровой печени Вторая половина в развитой мышечной массе Как вы понимаете Достаточно трудоемкий процесс Накопления мышечной массы и небольшого количества углеводов в ней А вот накопить жировую ткань легко и просто Для этого нужно просто кушать и ничего больше не делать В этом случае без кислорода Вы получаете приличные объемы жировой ткани Вот если вы занимаетесь, пытаетесь уменьшить объемы жировой ткани Вам нужно добавить кислород Нужно применить правильное дыхание И вот те несколько хотя бы систем Которую помогут вам безопасно сжигать жировую массу И эффективно Но! На этом канале если я сейчас начну рассказывать как вам правильно дышать Видео растянется на часы Часть из вас заснет и возможно и я Ну не усну, но устану точно Но у вас есть простой выход У меня этот канал в интернете не единственный Есть еще один канал Называется Школа доктора Скачко Вы набираете в поисковике Школа доктора Скачко и находите другой мой канал Или можете найти проще Набираете Скул Скачко Английскими буквами И тоже находите этот же канал В котором есть ссылочки на первое видео Желательно просматривать сначала Не с середины выхватывать информацию А сначала На этом канале у меня видео не совсем связаны Есть какая-то тема Я написал видео На том канале информация подается несколько по-иному От самого простого От тех действий которые вам нужно совершать Для улучшения своего здоровья И с постепенным усложнением И пока на этом канале Основная информация Про правильное дыхание В разных вариантах То чего не хватает на этом моем канале Но восполнить пробел Вы легко и просто можете Канал легко находится в интернете И вы можете эту информацию просмотреть В любое удобное для вас время Но не торопитесь уходить С этого видео Я его практически уже закончил В следующем видео я расскажу Об одном очень важном элементе А именно о холестерине Это злейший враг Или добрейшее существо Которое обеспечивает вам многие функции Из холестерина Вырабатываются половые гормоны А это должно радовать и мужчин и женщин Из холестерина Вырабатываются стероидные гормоны надпочечников А это безопасность вашей жизни Они блокируют многие воспалительные реакции Если в оптимальных дозах Находятся в организме Но конечно при чрезмерном Введении в кровь Когда вы стрессовыми различными факторами Выбиваете из надпочечников эти гормоны Тут возможно разные варианты Поэтому это видео появится на моем канале Если вы хотите его не пропустить И просмотреть видео про холестерин Одним из первых Не забудьте подписаться на мой канал И до встречи на моих каналах Крепкого вам здоровья И разумного к нему отношения До встречи на моем канале До встречи на моем канале